друзья всем привет ну что сегодня начнем с сюрприза прям приятно удивлен и подбираем водную краску окрашиваем первый выкрас две двери синего цвета начнем с приятностей на новую почту мне пришел подарок андрей спасибо огромное обязательно отзвонюсь переговорим открываю коробочек а тут таких приятных ништячков знаете вот прям от души и на год вперед короче тут маски первичные фильтра 3м оске 1 2 3 4 5 крыш 6 8 штук мама родная маска но обычно это 6 200 которая серия ох 3 я что-то увидел 2 и 3 пачки разного типа по размеру и так понимаю перчаток ох одна вообще огромная ну все все теперь я спасибо спасибо огромное теперь обеспечен средства медиальной защиты просто да не могу прям приятно спасибо спасибо ну а теперь к делу пытался разобраться сам позвонил андрею он занят но в итоге разобрался сам подключил программу нашел цвет выкрасках это дача 61 и выкраски идеально подходят просто там разных типов хватает как бы на выбор любил ее в программе но по программе как бы дальше когда знаете сам приловчусь научусь работать чтобы не лазить там искать тогда уже покажу более детально в общем цвет нашел формулу выбил сейчас солью 200 грамм если что потом долью оттариваем кое-как до катализатор разбавления кое-как разобрался чтобы подключились весы потому что не хотели подключаться и приступаем огонь и таки выкурил все первый ингредиент скажем так к весам у меня готов к наливке вода у нас идет просто в сосках в таких капельницах сейчас главное лишнего не налить так все открыли блин надо же приятно пахнет но это вредно для здоровья так и она показывает у нас обратно счет то есть будем наливать она показывает кстати он бежит даже шкала по идее сейчас я подойду там чуть ближе уже к ну там 90 процентам она зелененьким загорится то есть даже если я сделаю какую-то погрешность там небольшую это еще может быть в зоне типа допуска а нет еще 0 1 грамм она уже зеленым горит по 0 есть такое дело вытираем носик чтобы у нас на краю ничего не засыхало там так один пигмент мы налили что дальше ok нажимаем он пересчитывает другой пигмент другой пигмент 152 152 также его перемешиваем перемешиваем с выкраской потом сравним я сейчас не прячу все открылся поехали красный прикольно причем много красного кто бы ожидал да кстати удобно я думал что будет не об чуть не заговорился я думаю что будет неудобно с этих пипеток потому что в джермании я работал со стандартного скажем так следующий пигмент 163 этого 18 1 и у него кстати баночка меньше есть это у нас какой синий синий льем к синему к красному зачем столько сложностей вот тут честно не понимаю такого же пона выдумывали малярам потом вот этот долбить в цвет попади чего куда-то еще чуть-чуть еще немного одну капушку по идее но я тут еще не проверял это но в принципе все программы работают так что если перелив пишет пересчитать и добавляет тех пигментов которых не хватает уже в объеме так 0 0 0 написано интенсив white догадываемся что это белый извиняюсь что видео сегодня будет долгим у меня честно просто интересно я сам первый раз делаю хочется показать насколько это но часть знаете такой волнительно и прикольно тем что я реально первый раз в жизни сам вот в установил и запускаю стойку причем с тем учетом что андрей сейчас заняты умеет не понял чего его открутил и он не просто не смог по телефону сейчас подсказать ну просто занят я сам разобрался так 8 и 9 беленького белый у нас тяжелый очень поэтому с ним надо поосторожнее у меня в германии всегда были приколы на белом я из-за белого пару раз так какой пару пару десятков раз раз передобавлял пигменты потому что делаю вроде там на 300 грамм раз раз и приходится делать на там 350 белого просто на две капли капнул больше и все и программа пишет чувак переделы есть все вот так и осталось и теперь разбавить и осторожно выбрать и смесь прежде чем продолжить работу ведь он даже предупреждает ok я вот не понял что он имеет виду осторожно взболтайте вот там или вот тут взболтать это вот это а вот там это перемешать если она на русском писалось для русских то так это у нас просто вода 30 ну просто активатор ой она такая не совсем вода по вязкости уже знать вот наливаю и предчувствую в комментариях будет у меня много вопросов почему вода почему не сольвент почему именно это вода давайте об этом обо всем поговорим отдельно потому что все у меня все готово на 100 процентов and трата там трата там снимаемся и перемешиваемся перемешиваемся сейчас одеваемся в ппс очку идем подпшикиваем протиры включаем камеру короче по поводу того почему вода почему это вода чем вода мне больше нравится от сольвента и чем сольвент лучше от воды это мы сделаем об этом отдельное видео поэтому пожалуйста не пишите мне в комментариях и не успеваю просто отвечать на все ваши вопросы тем более такие вопросы он не на него нельзя ответить можно нельзя ли да нет тут сложный обширный вопрос поэтому не сейчас воду перемешивать надо очень хорошо примерно так же как и грунт потому что снизу пигмент можно не вымешать ему просто получим этот любую в принципе краску надо хорошо перемешать на сольвент лучше перемешиваться чем вода пару слов сейчас скажу о ппс как чем удобный ппс пусть они чуть дороже получается чем стакане ппс какими развели сразу накрыли крышкой хоть это и колодовская ппс к одно но надо крышки аккуратно просто накрывать но тем не менее это ппс очка накручиваем там уже у нас фильтр есть и все мы готовы к работе когда мы а по моему да вот этот носик надо вытащить или не надо вытащить не знаю короче мы с него надо стрельнуть все пойдемте сейчас будем грунтоваться и красить что-то у нас тут стабильность отклеилась водой размочил скотч когда обезжирил ну что ж приступим баллон хорошо перемешанный он еще и по цвету нам хорошо подходит и прикрываем протиры именно прикрываем не заливаем вот этого достаточно то есть металл уже закрыт пленка полностью закрытая глянцевая потому что сольвентом еще ну как бы куда не шло до сольвент с металлом по сути никак не реагирует но вода есть вода поэтому протиры на воде не актуальны хотя сделать машину издать ее можно вполне беспроблемно высыхает как видим в принципе быстро тут на углу чуть дольше будет сохнуть лишь потому что но я еще отсюда прошел но если подуть все испаряется все становится ровно и красиво в принципе оставляем так минут на 10 может 15 и можно смело приступать к окраске окрашивать я начну у меня одна дверь с двух сторон красится вот это это дверь только по наружке красится и 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 для водной базы главное это обдув тут она уже потихоньку начинает подсыхать у меня еще в камере не доделана система обдува но можно сделать вот так чуть убрать давление то есть водной базе нужен принудительный обдув ее можно конечно бросить и так сохнуть но это будет чуть дольше можно факел в точку закрутить она сохнет в принципе при обдуве прямо на глазах видно как это происходит вот в реальном времени да но когда будут работать пушки это можно сделать включив и уйти просто но само по себе будет обдуваться сохнуть вот тут уже все сухо вроде бы да но если в каких-то кармашках пазиках в районе рамки стекла остается глянец его видно красить еще как бы допустим можем потом там еще сложнее будет высушить но лакировать в таких вариантах вообще исключено пока мы видим какие-либо мокрые пятна потому что в этих местах лак держаться не будет его там на мойке просто сорвут ну и конечно же материал окажется говном я смотрю с момента начала записи как я начал работать вместе вот уже с можно вторую дверь красить прошло 7 минут это вместе с обдувом так это дверь я высушил часа на нее раскидаюсь потому что мне кажется что мы посмотрим насколько хватит сожалению в банке не видно сколько осталось для среди закончится там закончится пойду себе на виду это не есть проблема второй стоит будет чуть-чуть мокрее наливать давление на 1,2 в принципе все теперь полная сушка и то же самое делаю со второй дверью все открасились просохла высохла вот тут еще надо чуть-чуть обдуть я чё сделал я просто выключил свет и ушел ушел в вентиляция работала минут наверное 30 вентиляция работала вот видно единственном кармашки вот тут то есть но вот это вот красить нельзя будет дрова надо обязательно обдуть высушить потом обтереть липкой салфеткой тогда можно лачить давление поставлю 1,8 подача на всю факел на всю два полных слоя будет эту дверь сначала снаружи шарахну потом ту дверь внутри и снаружи салфеткой тогда будет дрова передача нам нужно купить из шарахнуто вот так стоит закончится выдаю тут вот и так салфеткой вот так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... За пальцем ничего не тянется. Эту дверь я чуть позже сделал. Но тут тоже ничего не тянется. Прошло 15 минут ровно. Я уже в камере 5 минут стою и просто смотрю на эти двери. Лачимся второй слой. На втором слое я, как правило, если крашу дверь с двух сторон, я уже вовнутрь не захожу. Потому что одного слоя хорошего для повторения заводского глянца вполне достаточно. Потому что завод, двери внутри, обратите внимание, не то что не пролачены, не за на дверях вообще не прокрашены. Там тупо светится грунт и лака там нет. Возьмите любую иномарку, намочите хорошим растворителем салфетку, пройдите вот так вот по низу и вы смоете все, что там было. Вот и так, психанул. Второй слой. Второй слой. Замечательно. Зайдем минут через 20 с выкраской. Посмотрим, как оно совпадает. Все, от крас прошел успешно. Лачок, в принципе, интересный. Единственное, что мне уже не нравится, это двухслойник. Вот. Хотя сам лачок из таких, из хороших. Берем выкрас заводской. Я, собственно, этот выкрас подобрал к этому автомобилю. Сейчас я его вытруб себе. Это уже руками за лапу. Специально отключил эти лампы, чтобы в глаза не забивало. Ну, как бы все, в принципе, одинаково. Оно и хорошо, и плохо. То, что нету никакого эффекта. Оно что в лицо, что на бок смотрится вполне одинаково. Шагер хороший. По ссорности в камере мне все нравится, потому что ссора нету. Если бы камера сыпала, оно было бы видно. Есть тут незначительные какие-то микро-микро. Вот тут вот сейчас вот тут где-то на лампу поймаю. Под ребрышком лежит одна. Ну, тут из дырки вторая крупная вылетела. А так вроде бы и все. Что тут по внутренночке? Да по внутренночке все хорошо. Глянчик сохраняется. Есть небольшой припыл от прохода по торцу. Но это норм, потому что на заводе как бы та же фигня. Оно тут не идеально глянцево. Такие вот дела. Подведем итог. Сам слив по программе. Все удачно, все нормально. Меня все как бы пока что устраивает. Надо еще разбираться с программой. По камере мне все нравится. Все работает. Поток уводит. А пыл отлично. Ссора нету. Надо только хорошо чиститься себя, обдувать. Лачок интересный. Ну, как по мне технология уже старая. Потому что два слоя. Хочу полтора слоя. Надеюсь, в пятницу привезут. Потому что реально, в принципе, я вот этот лак взял на бэху. Но если приедет полутораслонник, я возьму полутораслонник. Поэтому бэху я чуть-чуть оттягиваю специально из-за лака. Жду просто лачок. Если нет, то завалим этим. Но два слоя. Минус огромный. Долго. Полтора слоя я прошел бы припылил, сразу залил, припылил, сразу залил. Все. Двери закрыл. Выдал. Вентиляцию выключил. Я ушел. Я сюда больше не появляюсь. А чем больше мы сюда ходим, клад-склад с дверями, тем больше мусора вот сюда натягивается. Это мое личное мнение. Все. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что комментируете, смотрите. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Кстати, колокольчики. Включайте, ребята, колокольчики. Потому что по субботам у нас запланированные стримы где-то 9-10 часов вечера. Поэтому колокольчик нажали, придет уведомление. Надеюсь. Это же YouTube. Он делает, что хочет. Всем пока.